А вот дома у Дональда Трампа очередной громкий скандал. И главным фигурантом на сей раз стал его сын. Оппоненты Трампа все серьезнее говорят об импичменте. Пресса строит самое неожиданное предположение. А вот как на это все реагирует Трамп? И чем такие скандалы для него все же могут закончиться? Все узнавал Дмитрий Анопченко. Казалось бы, что-что, а этот скандал забудется мгновенно. Ведь на первый взгляд история пустяковая. В Нью-Йорке в Трамп Тауэр сын кандидата в президенты встретился с малокому известным российским адвокатом, некой Натальей Весельницкой, у которой якобы был компромат на Клинтон. Но в разговоре выяснилось, толком женщина ничего не знает. Вообще ничего не было, ни о чем говорить. Я даже не помнил об этом, пока вы не стали это все проверять. Это были буквально 20 минут, проведенные впустую. Какая жалость. Но скандал не утих, наоборот. На улицах Вашингтона, пусть и немногочисленные, но красочные и шумные пикеты. Их участники делают все, чтобы об очередных обвинениях страна так быстро не забыла. Сейчас демократические принципы испытывают на прочность, и закон, скорее всего, нарушен. И люди протестуют, чтобы быть уверенными, что наши голоса услышат. И словно услышав голоса с улицы, конгрессмены начали. Кто осторожно, а кто и совсем уж откровенно выражать возмущение и сомнения. А кто-то и вовсе об измене Родине заговорил. Причем недовольные комментарии сразу в обоих лагерях. Что однопартийцев президента, республиканцев... Знаю, что это серьезно. Я давно говорил, это непростая ситуация. Та, что еще очень не скоро завершится. И уж понятно, что среди демократов... Возникает так много вопросов, в том числе и предложение в сговоре, которое, по сути, продвигает нас к потенциальному расследованию государственной измены. Дошло и до откровенных призывов к отставке президента. Здесь, в Капитолии, два конгрессмена-демократа Шерман и Грин распространили вот этот проект документа, который наделал столько шума. Так называемая резолюция 438. Резолюция об импичменте Дональда Трампа. В законопроекте говорится подвергнуть президента Соединенных Штатов импичменту за серьезные преступления. Мол, Дональд Трамп и присягу нарушил, и служебным положением злоупотреблял. Что интересно, в законопроекте 438 всего 5 страниц. И вот на пятой странице только две подписи. Это подписи авторов законопроекта и оставлено место для остальных конгрессменов, которые захотят присоединиться к этой инициативе. Неофициально в Конгрессе нам сказали, понятно, что голосов не хватит. Но свои две главные задачи эта резолюция все-таки выполнит. Во-первых, понять расклад сил. Ну, во-вторых, еще раз сформировать общественное мнение. Когда три эпизода этой истории складываются в один, становится понятно, почему с завидным постоянством возникают скандалы вокруг семейства Трампа. Простая формула. Повод, событие, реакция. Любая зацепка вызывает бурю в прессе. За ней следует второй акт, громкие политические заявления. И обязательно третий, слова об импичменте. Есть повод или нет, хватит голосов или нет. Неважно. Страну хотят приучить к тому, что импичмент в принципе возможен. Что об этом говорит закон? Интересуемся в знаменитом Джорджтаунском университете. К профессору Сидману теперь обращаются за консультацией политики. И вопрос, который задают ему наиболее часто... Основания для крайней меры импичмента. И закон очень четкий. Президент может быть отправлен в отставку, даже если он не совершил уголовные правонарушения. Юрист говорит, сейчас на этот шаг противники Трампа не решатся. А вот членов семьи президента будут кусать. Кто сейчас реально в опасности, так это Джаред Кушнер. Он при приеме на работу заполнил специальную форму, где среди прочего спрашивается, были ли у вас контакты с представителями властей других государств. И он заполнил этот документ, не указав, что был на таких встречах, где в том числе и русские присутствовали. А это уже уголовная ответственность. Понятно, что Дональд Трамп своих не сдает. Понятно, что демократы по этим своим как раз и будут бить. А значит, традиционного для лета политического затишья в Америке в этом году явно не будет. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер.